Добрый день! Приветствую вас в нашей рубрике «Читаем дома». Сегодня я расскажу о книге автора Рина Трофимова. Называется книга «Отель. Снежная кошка». Очень привлекательное название. Оно сразу обещает какую-то атмосферу чуда и уюта. Итак, книги четыре главных персонажа, которые становятся постояльцами отеля. Это очень колоритные, разные люди, разные по социальному статусу, по жизненному укладу. И каждый из них получает возможность на один день прожить чужую жизнь. То есть, по сути, постояльцам предлагается выйти из зоны комфорта, из своей удобной, устроенной жизни и прожить жизнь чужую. Поскольку эти четыре человека в разной степени недовольны своей, как оказалось, устоявшейся уже жизнью, им предлагается совершенно необычный исход событий. Любопытная история тем, что персонажи эти разные, и автор предлагает им абсолютно необычный поворот жизни. Не буду рассказывать о всех четырех персонажах, остановлюсь чуть-чуть на одном, наиболее, как мне показалось, колоритному. Преподавательница вуза, внимание, зовут ее Радмонга Эдуардовна. Ее боятся не только студенты, но даже, мне кажется, и преподаватели. Она на приеме экзаменов никогда не выходит за аудиторией, за что студенты ее прозвали киборгом. Очень-очень строга ко всем, особенно к девушкам. Ее не устраивает в ней буквально все, начиная от маникюра и заканчивая, там, заложением материала на экзамене. И вот эта дама, немножко про спойлерю, оказывается в образе совершенно современной женщины, у которой трое детей, у которой длиннющий маникюр, который работает в спа-салоне. И как-то ей нужно сутки продержаться в образе этой совершенно противоположной личности. Сюжет интересно поворачивается. А самое главное, чем заканчиваются жизненные перипетии этих четырех постояльцев, рассказывать не буду, прочитайте сами. У Ирины Трофимовой очень хороший слог, легкое чтение, большое внимание к деталям. Она очень колоритно описывает и ярко сам отель. Оттуда не хочется уезжать. Но каждый из постояльцев, побывав в чужой жизни, в другой возвращается снова в свою и становится немного другим человеком. Я уже сказала в начале, что это по жанру мистический реализм. Я вам всем предлагаю совершить это путешествие, побывать в другой жизни, в жизни чужого абсолютно человека и попытаться все-таки понять себя и свои поступки. У нас сейчас идет уже третья неделя карантина. Мы следим отчаянно за сводками по коронавирусу. А я вам предлагаю отвлечься и почитать хорошую, релаксирующую литературу. Желаю вам приятного и необычного литературного путешествия в отель «Снежная кошка». Такая норма и необычного кода. Продолжение следует...